Отец Дмитрий, здравствуй. Добрый день. Рад поговорить с тобой на «ты» о том, что интересует современного человека, чтобы узнать, интересует ли это современного священника. Сегодняшняя тема – высшее образование. У тебя есть высшее образование? Да, у меня есть высшее образование. Даже несколько? Светское одно. И церковное. И церковное, да. И, наверное, степень есть какая-нибудь. Ну, это не светское, а церковное. Что-то там есть, да? Да. И поэтому ты, конечно, обеими руками за высшее образование. Да, я обеими руками за высшее образование. А остальные православные? По-разному бывает. Ну, православных обычно все-таки называют достаточно дремучими. Ну, обычно обзывают, скажем так, дремучими. Может быть, ты исключение у нас? Ну, я не обзываю православных дремучими, скажу. Ну, и тебя, наверное, никто не обзывает дремучими. Ну, не знаю. Ну, здесь дело вот, наверное, в следующем, что каждый видит то, что может видеть. То есть каждый смотрит на мир через призму своего собственного опыта. И, наверное, если человек видит только дремучих, ему только дремучие попадаются, видимо, в какой-то такой среде он общается. А у тебя какая среда? Тебе больше нравится общаться с умными, образованными, рафинированными интеллектуалами? Мне нравится общаться с моим кругом общения, куда входят разные люди. Там есть люди, которые имеют высшее образование, есть люди, которые не имеют высшего образования. Здесь зависит все-таки... Дело, наверное, не в образовании, а в том, что тебя влечет конкретный человек. И тебе с этим человеком комфортно, удобно, ты получаешь удовлетворение от того, что с ним общаешься. Ну, а все-таки, вот смотри, придет тебе одиннадцатиклассник, или сколько сейчас в школе учится, и спросит, идти ли мне в вуз или в армию? Ты ему ответишь? Ну, опять же, все зависит от ситуации. Все зависит от ситуации. Я не скажу конкретно человеку никогда ничего. Тебе нужно идти в армию, тебе нужно идти в университет. Это пусть решают родители и сам этот человек. Я попытаюсь человеку обрисовать перспективы, опять же, которые существуют в моем сознании. Вот если человек пойдет после школы в университет, это неплохо, это хорошо, потому что человек в молодом возрасте может овладеть уже какой-то профессией. Вот 22 года это, ну, скажем так, готовый молодой специалист. Ну, а как же там всякий патриотизм? С другой стороны, да, если человек пойдет в армию, то он пройдет, наверное... Все круги ада. По-разному, наверное, тоже бывает. То есть человек пройдет в школу, опять же, состоится как мужчина. Ничто не мешает человеку после армии пойти поступить в университет. Поэтому, ну, решать я за молодого человека не могу. То есть просто необходимо, наверное, показать плюсы того и минусы. Точно так же, как плюсы и минусы второго пути. Вот в этом вижу я свою, по крайней мере, задачу. Ты оставляешь человеку свободу и предполагаешь, что он сможет и послужить в армии, и потом снова где-то учиться. Но совсем не всегда у человека есть действительно эта возможность пройти все. Ну, просто сначала первое, потом второе. Вот, например, ты сейчас работаешь, ну, не по своей первой специальности, то есть не по светской специальности, да. Обыкновенно у людей бывает только один раз возможность получить высшее образование, ну, там, по, например, финансовым каким-то причинам. А потом они всю жизнь, согласно этому образованию, и живут, и работают. Как не ошибиться с выбором профессии? Ты ведь, например, ошибся? Ну, во-первых, я не считаю, что все-таки я ошибся с выбором профессии. Да, я, когда я поступал в университет, вот, это была не моя воля. Вот, получилось так, что посоветовали, сказали, вот, есть такое отделение, там, отделение русского языка и литературы, туда можно поступить. Вот, вы заканчивали гуманитарный лицей. Большого желания идти именно на это отделение у меня не было. Ровно как и на другие отделения другие. Вот, но где оказался, там оказался. Потом не пожалел. Вот сейчас, служа священником и работая в Московской Духовной Академии преподавателем, я все-таки использую тот интеллектуальный запас, который получил когда-то в университете. И считаю, что ту профессию, которую я получил, первую профессию, учитель русского языка и литературы, она очень смежна с тем, чем я занимаюсь сейчас. Вот это пастырское служение и работа преподавателя. Но не у всех же так получается. Не у всех так получается, не у всех. Но, на мой взгляд, все-таки выбор профессии – это не дело последнего момента. Не в 11 классе во время последнего звонка студент будущий, то есть абитуриент, должен задуматься о том, кем бы мне стать. То есть человека нужно взращивать. А это уже задача родителей. То есть так же, как мы берем маленького человечка, отдаем сначала в музыкальную школу, смотрим, потом мы отдаем его в ИЗО-студию, смотрим, понравится, не понравится, в школу танцев. И таким образом обнаруживается талант человека. К боксу. Возможно. Не обязательно к боксу, к плаванию, к борьбе. Вот, возможно, это шахматы. Возможно, это какие-то другие кружки, там, моделирование. Ну, почему же, дружки тоже, хорошее слово, к этому тоже способны. А может быть, это, там, работа, помните, раньше были такие кружки юнатов, юных натуралистов. То есть те таланты, которые скрыты в ребенке, они должны определить его будущие предпочтения. А это задача родителей. Поэтому родители уже на вот этих ранних этапах, они должны разглядеть своего ребенка и развить то, что в нем уже есть. Хорошо. Ну, например, смотри, они развили вот эти вот способности, они поняли, к чему у него лежит душа. И он сам это понял, выбрали специальность, как выбрать вуз. Вузов-то у нас много, и теперь благодаря ЕГЭ можно всюду подавать документы. Ну, здесь, наверное, дело в том, что когда я поступал, я поступал исходя из своих возможностей. В нашем городе был один университет, вот, государственный, туда я и поступил, потому что некуда больше было поступать. В случае московских родителей или родителей каких-то больших мегаполисов, думаю, что нужно подавать документы на те отделения, которые ближе к человеку, по его внутреннему устроению. Можно сразу на несколько подать. Но чтобы это находилось в одной области предметной. А там уже, ну, как повезет, наверное, куда возьмут, туда и идем. А скажи, понятие студенчества. Ну, у нас человек и выбрал специальность, и выбрал вуз, и поступил, и вот он уже студент. Студенчество, студенческие годы, студенческая культура, субкультура. Для тебя что-нибудь значит? Или ты вот из числа зануд и отличников? Ну, я бы не противопоставлял студенчеству, такому веселому, отрывному, студентов зануд и студентов-отличников, потому что это одна субкультура. Мне кажется, что есть более общий знаменатель у этой жизни, и этот знаменатель звучит как свобода. Свобода внутренняя, свобода творчества, свобода мысли. И именно понимание вот этой вот свободы во всех смыслах, я не говорю сейчас о церковном смысле вот этого слова, да, свобода, а именно в том, как его понимает молодежь, вот она и характеризует студенческую атмосферу. И это нечто хорошее. А это уже как человек сам распорядится с этой свободой. Ну, давай конкретизируем, что в студенчестве есть плохого. Что в студенчестве есть плохого? Мне не нужна исповедь. Да, я понял. Я понял. Нет, мне правда не нужна исповедь, не нужно так серьезно думать. Ну, возможно, это ощущение безнаказанности, вседозволенности. То есть человек, перед ним открывается новый мир, появляется новый опыт, и человек может оступиться по незнанию. Вот, и очень больно упасть, о чем будет потом шалеть на протяжении всей оставшейся жизни. То есть появляется возможность у человека получить опыт греха, опыт греховной жизни, который всегда деструктивен. И, ну, это разрушительный характер вот этого опыта, он может проявиться как внезапно, ну, банальный пример наркотики, так и в дальнейшей жизни человека. Один, опять же, из примеров, это половая жизнь, да, разнузданная. Вот, в студенчестве это есть. Да, но есть и положительные, и замечательные какие-то области, вот какие-то следствия вот этой студенческой свободы. То есть человек начинает познавать себя. Он открывает в себе и в окружающих людях те области, которые в силу каких-то причин не замечал в школе, например. Потому что школа носит и школьное образование более догматический характер. Вот, то есть человек, школьник, он принимает все на веру. В университете, в институте, в любом другом высшем учебном заведении человека учат критически осмыслять ту информацию, которую он получает, и испытывать. Испытывать на своем собственном опыте. Ну, то есть все-таки он еще там и учится. Безусловно, безусловно. Плюс это, конечно, к таким положительным сторонам студенчества я отношу так называемые студенческие братства, студенческие сообщества. Ну, одно из таких ярких самых студенческих сообществ это КВН. Вот на базе которого проявляется и студенческая весна, и различные студенческие фестивали. То есть это незабываемая атмосфера именно студенческого братства, без всякой фальши. То есть это очень искреннее общение, веселое, которое не ограничено никакими рамками. И, конечно, можно много приобрести, как отрицательного, так и положительного, участвуя в этих сообществах. Но здесь уже, опять же, все зависит от человека, что он возьмет. А давай вернемся все-таки к обучению, мы все о культуре. Студенты учатся. Вот вообще в ВУЗе учиться надо или это все-таки опыт взросления, как ты говоришь? Ну, безусловно, учиться нужно в ВУЗе. Безусловно. Зачем человек приходит? Просто, чтобы его не выгнали за неуспеление. Безусловно. Но я о чем бы хотел сказать, что обучение в ВУЗе, вот именно учебный процесс, это не все, чем исчерпывается студенческая жизнь. Что это просто одна из граней. И здесь, с одной стороны, человек не должен оставлять учебу в стороне и участвовать только в студенческих вечеринках. Но, с другой стороны, он не должен ограничивать пребывание в университете только учебой. Если это будет так, то его студенческая жизнь прошла неполноценно. Если он не участвовал, ну, опять же, каждый поймет в меру свои испорченности в студенческих пирушках, в студенческих фестивалях, в студенческой весне, в КВНе, то он не вполне студент. Поэтому студенческая жизнь, она должна быть рассмотрена в своей полноте, целостности. Это именно союз вот таких свободных художников, которые, тем не менее, еще должны учиться, для того, чтобы их не выгнали, для того, чтобы не в этом союзе состояли до победного, до выпускного. И это был гимн студенчества от священника Дмитрия Борисского. Спасибо, отец Дмитрий. Это были разговоры на «ты» и отец Дмитрий Борисский со своим отношением к студенчеству. До встречи. Продолжение следует...